Примерно через три часа казахстанцы смогут наблюдать лунное затмение. Правда, частичное. Подобного события не было уже шесть лет. Карагандинские активисты даже пригласили всех желающих посмотреть на это явление в телескоп на одной из центральных площадей. На прямой связи с нами Людмила Батюшкина. Людмила, здравствуйте. Что у вас происходит? Добрый вечер, Ирина. Да, акцию организует студентка Мария Томилова. Телескоп принадлежит ее другу, который сейчас в Алматы. Он, редкое природное явление, будет наблюдать отсюда. Но друзья договорились, что пригласят всех желающих на площадь у памятника Нуркина-Пирова, куда Маша принесет телескоп. Кстати, вещь тяжелая, весит больше 20 килограммов. Вот что говорит сама Мария о цели своего поступка. Я хочу, чтобы люди оторвали глаза от пола и наслаждались прекрасным. У нас в мире сейчас столько всего искусственного и много ненастоящего. Людмила, а затмение будет видно на все территории Казахстана? Да, и не только. Его смогут наблюдать и жители России, Европы, Азии, Африки, Австралии. Оно начнется в 23.20 и продлится почти два часа. Это довольно долго для такого явления. Лунное затмение — это явление, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, и тень от Земли падает на Луну. Эта тень примерно в 2,5 раза больше диаметра Луны. Если она покрывает поверхность спутника полностью, затмение называют полным. Сегодня тень закроет примерно четверть лунного диска. Ирина? А почему это затмение прозвали кровавым? Потому что тень Земли не приобретает красно-бордовый оттенок. Такое явление бывает всего 2 или 3 раза в год. Но видеть его можно не в каждой стране. Казахстанцы в последний раз полное затмение Луны видели 6 лет назад. Увидеть это явление природы можно и в бинокль, но и невооруженным глазом. Достаточно просто выйти на открытое место, где видна южная часть неба. Луна будет находиться не очень высоко над горизонтом. Кстати, в августе будет и полное лунное затмение, но увидеть его смогут только жители США. Ирина? Спасибо, Людмила. А еще считается, что в день лунного затмения люди могут принимать ошибочные решения и действовать импульсивно. Учтите это. Наш корреспондент Людмила Батюшкина была с нами на прямой связи из Караганды. И рассказала, как в этом городе готовятся к лунному затмению.